Христос воскресе, дорогие телезрители! Сегодня, 4 мая, Православная Церковь совершает память праведного Алексея Бортсурманского пресвитера. Святой Алексей Гневышев родился 13 мая 1762 года в селе Бортсурманы Курмышского уезда Симбирской губернии в семье священника. По окончании Нижегородской семинарии он женился и был поставлен диаконом в селе Бортсурманы. Спустя 13 лет его рукоположили в пресвитера к той же церкови, и он не покидал ее до самой кончины. В начале служения он не отличался строгостью жизни и иногда даже забывал меру в употреблении вина. Однажды его попросили причастить умирающего из соседней деревни. Отец Алексей рассердился и выгнал прочь присланного к нему человека, говоря, что состояние больного не так уж безнадежно, и он может подождать до утра. Однако в ту же ночь, испытывая муки совести и будучи не в силах заснуть, он встал и отправился к больному. Но тот был уже мертв, а возле его постели отец Алексей увидел ангела, держащего в руках святую чашу. Потрясенное видением, отец Алексей упал на колени перед покойным и провел всю ночь в молитве. С той поры он каждый день служил божественную литургию и соблюдал, насколько это было в его силах, монашеское молитвенное правило. В полночь он читал полуношницу, чин двенадцати псалмов и жития святого, чья память праздновалась в этот день, а также поучения из пролога. Наутро он читал утренние молитвы, часы, акафист преподобному Сергию, великомученице Варваре или святителю Митрофану. В полдень он прочитывал четыре кофизмы из псалтири, а вечером канон и акафист спасителю, канон ангелу-хранителю, молитвы на сон грядущий. Ежедневно он также совершал полторы тысячи поклонов с Иисусовой молитвой. Во время свободной от служб и келейных молитв он принимал у себя прихожан, тех, кто хотел взяться за духовный подвиг, он благословлял или, напротив, отговаривал согласно откровению Божию. Святой Алексий был суров только по отношению к колдунам и разного рода ясновидящим, а также людям, которые обращались к ним за помощью. Он раздавал бедным все, что оставалось у него после щедрых дарений, из которых он, однако, всегда выделял часть на украшения церкви. Не раз, когда крестьяне страдали от разных несчастий, например, от пожаров или эпидемий, они находили у себя деньги. Никто не знал, откуда они появлялись, пока один христианин, дом которого сгорел, не застал отца Алексия, когда тот хотел подбросить ему деньги. Ненавидя праздность «Матерь всех пороков», святой, как только появлялась хоть немного времени, шел работать в поле или трудился по дому. Обретя великое дерзновение пред Господом, он исцелял больных своими святыми молитвами, утешал страждущих словом Божиим, часто являя дар прозорливости. Также он сподобился многих видений и откровений. Однажды, когда отец Алексий был прикован к постели из-за тяжелой болезни, он внезапно услышал небесное пение и увидел Пресвятую Богородицу в сопровождении великомученицы Варвары. Она приблизилась к нему и чудесным образом исцелила. В другой раз ему явился ночью Господь Иисус Христос, облаченный в царские одежды, и благословил. Со Христом были также его причистая Матерь и три девы в белых одеждах, «Добродетели, вера, надежда, любовь». Он услышал голос, который сказал «Сей Сын мой единородный, Сын Божий». Во времена наполеоновского нашествия праведный Алексий молился за литургией, чтобы Господь даровал России победу, и внезапно увидел ангела, который возвестил, что силы небесные уже двинулись на помощь, и враг будет сокрушен. Однажды, перед приложением святых даров на литургии, когда отец Алексий читал тропарь «Господи, и же Пресвятаго Твоего Духа», в третий час апостолом Твоим неспаславый он услышал голос над телом и кровью Христовыми «Сей есть Сын мой возлюбленный». За девять лет до кончины святой Алексий вышел за штат и отстранился от всех приходских и семейных дел, но литургию, как и прежде, служил почти каждый день и богослужений не сокращал, во всем следуя уставу. В последние годы он жил в маленькой келье, единственное окно, которое выходило на церковь. Чуждый, житейских забот, он всецело посвятил себя молитве. Он выглядел тогда уже стариком, маленького роста, худым и исогбенным. Его взгляд был столь проникновенным, что, казалось, он читает в душах приходящих к нему людей. В течение последних тридцати лет своей жизни святой Алексий, не мылся и, приближаясь к концу жизни, носил власеницу, в которой был похоронен согласно своему желанию. В его келье не было другой обстановки, кроме маленькой печки, грубой постели, стола с несколькими стульями до аналоя перед иконой, степлящиеся лампады. По апостольской заповеди отец Алексий молился непрестанно. В какое бы время люди не приходили к нему в келью, они заставали его молящимся. Он принимал пищу не чаще одного раза в день, строго соблюдая все посты, не ел ни рыбы, ни растительного масла, даже тогда, когда это было разрешено. Никто не знал, чем святой питался на первой и последней неделе Великого Поста, ибо по его просьбе ему вообще не приносили еды в эти дни. В последние годы жизни, посвященные исключительно посту и молитве, он покидал свою келью только, чтобы пойти в церковь. Местные помещники и даже землевладельцы от соседней губернии почитали его за святую жизнь. Они приходили к праведнику, писали ему письма, просили благословения. Все почитали его за великого святого и молитвенника, обладающего даром исцеления. Так он исцелил девочку из города Курмыша, которая от рождения не могла ходить, и воскресил мальчика из своего прихода горячей молитвой. Отовсюду к святому приводили душевно больных и одержимых, и все они исцелялись его молитвами. 1 января 1848 года отец Алексий почувствовал, что силы оставляют его. Сам он уже не мог совершать церковных служб, но попросил близких отвезти его в церковь. Несмотря на слабость, он считал большим грехом не принимать приходивших к нему людей и собирал последние силы, чтобы наделить их благуханием наставлений. Дойдя до полного истощения, он завершил свой жизненный путь полный скорбей в Великий Четверг 1848 года, сидя у окна, к которому подошел, чтобы благословить множество людей, пришедших проститься с ним. Одни преклонили колено, другие тихо плакали. Отец Алексий благословлял их до тех пор, пока его рука не опустилась в последний раз, чтобы уже более не подняться. Он был погребен в саду при Успенской церкви села Бурцурманы напротив алтаря. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается празднование Иверской иконе Божией Матери и память святых, священномученика Ионуария, гепископа Беневенского и с ним мучеников Прокула, Сосия и Фавства Диаконов, Десидерия Чтеца, Евтихия и Акутиона, мученика Феодора и же в Пергии матери его, мученицы Филиппии, мучеников Диаскора, Сократа и Дионисия, Христодула и мученицы Анастасии Патерских, убиенных в Ахайи, чествуется обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, святителя Максимиана, патриарха Константинопольского, преподобномучеников отцов Давида Гориджийских, священномученика Иоанна Пригоровского, пресвитера, исповедника Николая Писаревского, пресвитера, священномученика Алексея, протопопова пресвитера, совершается празднование икони Божией Матери Адигитрия Шуйская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Воистину, воскресе Христос!